Да блин, у меня же день рождения. Было. Было. Мы тебя поздравляем. Это сколько тебе буквало? 33. 33. Обнуляется теперь до нуля. Возраст Христа. Возраст Христа? Да. Так что, все, меня будут распинать. Привет, друзья. Здравствуйте. Давно не снимали видосики на лавочке, очень много людей просило, поэтому мы выделили время у Сергея Викторовича окошко, и мы сейчас все планомерно снимем. Смотрите, ребята, вопросы, которые будут под этим видеороликом, мы будем рассматривать в следующем видеоролике на лавочке. Тоже также будем задавать вопросы Сергею Викторовичу по поводу тренинга, да и вообще в целом. Задавайте любые вопросы, мы будем стараться отвечать. Да? Да. Ну, начнем. Здравствуйте, Сергей Викторович. Вопрос. Как лучше качать руки натуралу? Качаю спину, грудь, плечи, все растет, везде есть прогресс. Вот руки, как бы ни качал, делал и частые тренировки на руки, делал и по одному разу в неделю, и по два, но эффекта нет. Как стоят, так и стоят. Может, есть какой-то секрет, какие-то упражнения посоветуются, может, надо чаще тренироваться или реже. Такой вопрос. Ну, сначала надо определить, как рукам вашим больше будет комфортно, то есть, либо там несколько вариантов, например, чередовать их, наверное, бицепс делать с грудью, с грудью. Когда первая мышца толкательная, то вторая мышца, бицепс, получается к себе, то есть, чтобы была возможность ее прокачать. Трицепс, например, вместе со спиной. Второй вариант, так, чтобы, когда мышцам больше нужно для восстановления рук, если руки такие, в принципе, быстро устают и требуют больше отдыха, то, в принципе, лучше ставить, например, спину с бицепсом на несколько упражнений, а грудь вместе с трицепсом. Вот таким окан. Но если специализацию уже брать, в принципе, я считаю, что, наверное, лучше всего отдельный день для рук выделять. И чередовать одну силовую тренировку и одну пампинговую. Пампинговую я подразумеваю под суперсериями бицепс-трицепс. Как можно больше крови нагонять. Отдельного, знаете, чисто трицепс отдельно так не делают. И лучше все равно бицепс-трицепс, как антагонисты, нагонять крови, да? Сань, ну, как? А как трицепс? Сколько раз ты в неделю будешь тренироваться? Слишком мелкая группа для тренировки. Ну, если ты будешь тренироваться два раза в день, то, в принципе, утром можешь тренировать бицепс, вечером трицепс. Некоторые профессионалы так, например, специализацию на руки делали, всегда гоняли. Ну, опять же, это все время. Если у вас на это время есть располагаете, то, конечно, да. Получается, плюс по общей усталости. Вот как мы, допустим, тренировались, начали тренировки всегда сил больше. Получается, мы выкладываемся на силу на трицепс, а вечером уже поставили инсулинчик, восстановились, да, и поспали. Ну, и все равно уже... Ну, да, уже все равно свежий придешь через четыре часа. Будет более эффективная тренировка, как бы, если бы она была в одном. Ну, опять же, если на это есть время, все. Уже такой более профессиональный подход, поэтому на это надо время. Подскажите, пожалуйста, что делать, если не лезет еда? Можно ли пить гейнер? И как часто? Пытаюсь понять ваши принципы. А, ну, это уже следующий вопрос. Не лезет еда. Ну, короче, не лезет еда, наверное, вы либо разберите, какая еда у вас есть, то есть, наверное, подобрать еда, которая вам больше подходит психологически, то есть, вкусно вам, невкусно, сначала надо разобраться. Если уже так категорически, если у вас проблемы с пищеварением какие-то, то надо, скорее всего, обращать внимание на это, или пойти к врачу, или исследования какие-то, если нет аппетита вообще, ну, что происходит с вами, разбираться. Потому что у человека, в принципе, и у здорового аппетита должен быть. Особенно после тяжелых тренировок. Ну, безусловно, у тебя должен быть и чувство голода, и все остальное, поэтому организм должен восстанавливаться. Если этого нет, значит, что с организмом какой-то сбой. Этот же человек спрашивает, пытаюсь понять ваши принципы силовой тренировки. Все у вас подходы идут по 6 повторений, а разминка? Так это и есть разминка. Дело в том, что у нас 3-4 подхода идет, а последний, получается, у нас только подход самый рабочий на 6. Принцип пирамиды, по сути, это есть разминка. Да, все предыдущие подходы, они подводящие, разминочные, подготовить связки, подготовить психику к весу и все остальное. Вот таким вот. Вот этот же человек спрашивает, а сколько силовых тренировок в неделю можно натурально? Смотрите, силовая тренировка не подразумевается тем, что вы ставите каждую тренировку рекорд силовой. Потому что оно подразумевается, что вы работаете в районе силовом диапазоне, то есть от 6 до 8 повторений. Там вес может быть разный, то есть все зависит от вашего отдыха. Отдыхаете меньше, вес меньше. Но это все равно будет силовая тренировка. Отдыхаете больше, вес больше. Вот, кстати, в продолжение вопроса другого человека. Почему отдых 40 секунд у нас в среднем отдых? Ну, потому что, опять же, я говорю о том, что у нас повторений не так уж много. То есть мы говорим о таком эконом-пакете, который по времени занимает. То есть за промежуток времени, там до часа тренировка идет. И вы по 6-8 повторений делаете, чтобы создать вот этот памп, который нужно создать. А за 6 повторений довольно тяжело памп создать. За счет чего? За счет интенсивности только. Вот и все. Ну, так, получается, тренировку удлинять до 2-х часов, то там уже и памп теряется. Не будет ничего. И смысл уже теряется. Ну, уже придется, чисто как леперская тренировка, уже больше будет похожа на силовую. И вам придется поднимать гораздо больше веса. И опять, ваша психика не будет всегда выдерживать это все. Каждый день, например, 2 часа находиться в зале, поднимать какие-то огромные веса. Это надо быть таким фанатом сумасшедших каких-то весов. И для натурала, я думаю, что это будет довольно проблематично. То есть отдых все равно, он очень важен. Надо рассчитывать, да? Как бы интенсивность бодибилдинга очень важна, по сути. Ну, конечно, на этом все и держится. Это же не силовой какой-то экстрим, что ты поднял, потом полчаса отдыхаешь, потом еще что-то можешь поднять, какой-то рекорд. Не в этом смысл. Здесь же смысл создать условия для мышц, чтобы она росла. Росла для какой? То есть в процессе упражнения развить максимальную накачку, чтобы мышца получила максимально свои питательные вещества, крови и все остальное. И приобрела самый большой свой объем на данном этапе. То есть в накачке. Получила эту память и к этой памяти потом стремилась. Сань, спроси Сергея Викторовича, почему так сильно локоть торчит? Локоть это давняя история. Во-первых, у меня левый локоть у меня раздробленный. Когда-то раздробил, упал на лестнице, на ребро и раздробил. И таким мозолем косным оно наросло, поэтому вот именно так торчит. Но проблемы с локтями у меня давно еще. В принципе, где-то с 90-х еще. Сань, запитай, будь ласка, Сергея, как выровняти сколиоз в дорослом вице 27 лет? Яких групп и мязев треба накачать? Чи допомагают какие-то специалисты в этом? Ну, специалисты-ортопеды все равно какие-то есть. Я думаю, следят за этим. Во-первых, надо ходить к этим ортопедам, чтобы не вечно корректировали позвоночник свой. Спазмы убирали и опять следить за осанкой. И сейчас я видел в некоторых интернетах такие, как есть бандажи, рюкзаки, которые осанку поддерживают. В принципе, они такие недорогие шлейки, но я думаю, что они эффективны. Вопрос к Сергею. Как просушиться 40-летнему? От зала только распирает еще больше. Ну, вопрос такой довольно гилетантский. От зала не может распирать. Он распирает восток от еды. В первую очередь надо разобраться с едой. А в 40 лет подсушиться довольно просто. Потому что, в принципе, уже органично требует столько еды. И сладкого, в принципе, с возрастом уже не так сильно хочется. Если уже такой сладкоежка уже заядлый, то, может, надо с этим сначала разобраться. А в возрастном возрасте 40 лет сушиться, наверное, легче всего. То есть, если для меня там в 30 лет надо было там следить, чтобы, если подъедаешь, чтобы не нарастало на боках, то после 40 у меня даже нету такого, что я что-то съем и у меня что-то откладывается. То есть, вы же сами видите, я постоянно сухой, поэтому, а ем я все практически. Поэтому я не думаю, что это сложно. Просто дефицит. Немножко дефицита даже. Я не говорю о каком-то большом дефиците. Немножко дефицита создать и будет, в принципе, где-то несложно. Тем более в возрасте 40 лет. Продолжение, кстати, про вас. Вопрос для Сергея Духоты. Какой БЖУ у него было при подготовке? Как в 90-е определяли свою норму БЖУ? Откуда узнавали, если не было интернета? Взвешивали ли вы сами еду? Или как сейчас е... В сухом виде, либо в готовом? Как вообще это все у вас происходило в 90-е? Саш, ну смотри. В БЖУ никто конкретно калорий не считал. Считали просто количество продуктов, которые мы использовали. Например, вот я считал риса. Например, каждый прием риса у меня было там 70 грамм. Ну, 6 приемов. Мясо там получается одна грудинка. Одна грудинка в районе 200-250 грамм. Ну, ты считай. Утром еще там может яйца какие-то, 5-6. Примерно на глаз грудинка вы знаете примерно сколько там... Да, тоже грудинка в межсезонье там, ну, в принципе, я мясо не взвешивал. И, в принципе, как вот соревновательный период, ну, там, если там не было такого, знаешь, до 20 грамм белка, чтобы регулировать. Углеводы ты уже регулируешь, то бишь, на весы поставил, да, в сухом, свешиваешься сюда в сухом и ориентируешься и с клиентами, своими и учениками. Я разговариваю, если мы разварим о диете, мы только говорим о суровом виде, потому что кто-то там варит, жарит, мясо по-разному. Разворили себе так, кто-то рис там круглый и варит, он разваривается в полтора раза, кто-то бурый, он вообще не разваривается по весу. Поэтому берем всегда сухой вес с сухого продукта. Как исправить асимметрию широчайших? Асимметрию, то бишь, я понял, одна больше, одна меньше. Может, просто искривление, значит, бывает? Ну, возможно, и, в принципе, очень людей симметричных правой и левой стороны, они довольно редко знают. На самом деле, у всех людей, в принципе, две стороны, в принципе, друг на друга не похожи. Если сфотографировать зеркальное отражение, получится два разных человека. Поэтому, ну, наверное, если сильное изменение, то, наверное, выбрать упражнения те, которые более распределены на две руки. То есть, если тяга у гантелей, ты можешь делать в наклоне по одному, по одной технике, а с другой стороны по другому. Поэтому, возможно, если приоритет идет к этому упражнению, возможно, вот это искажение идет. Например, убрать это упражнение и делать какие-то параллельные, например, хаммер, который создает параллельное движение. Или тросовые машины, которые параллельные, то есть, на две руки одинаковое напряжение. Вот в таком плане. Здравствуйте. Такой вопрос. Можно ли курсить при врожденной анемии? Гемоглобин в районе 90-100, ну, недостаток железа. Есть ли какие-то рекомендации или противопоказания? Анемия не лечится. Основная причина – фолиевая кислота не усваивается. Почти с рождения. Генетически со стороны отца все страдают от этой болезни. Не сталкивались с такими? Я не сталкивался, ну, таких даже вопросов не встал. Такое же к врачам, наверное. Я думаю, что к врачу надо опять же определить. Но мы знаем о том, что, в принципе, любая фармакология повышает гемоглобин в крови. Поэтому где-то может, если поговорить с врачом, то какой-то АГЗТ, я думаю, что возможно. Надо просто отслеживать анализы и смотреть, что просто вреда не нанесло. А если будет положительный эффект, то почему нет? Ну, да. Есть, кстати, вот такие вот моменты. Вот действительно, стероиды, они что-то дают как бы побочки, но для некоторых эти побочки могут быть как плюсом. Да, если есть проблемы именно с этим, да. Саня, навряд ли получится без инсулина нарастить объемы, как у Самсона. Вопрос. Какой Самсон? Самсон Дауда. Самсон Дауда это один из тех людей, которых мало вообще, кто им может с инсулином или без инсулина. Я же вам говорил про прошлый трех, что у него руки вот такие же. Ну так, руки, ну так, слушай, он сам весь большой. Люди говорят о людях, которые на Олимпе, которые топы еще и в такой форме. То бишь, не каждый профессионал с инсулином и еще станет таким при тех же самых условиях и при тех же самых финансовых вложениях. Не факт, что он таким станет. Ну, наверное, такой объем все-таки на инсулин делается, скорее всего, да? Сань, там делается все. Там, скажем, это совокупно всех факторов, которые возможны. Все, что есть, там есть. Все используется, все. Ну, что такая, ну, короче, косметическая форма. Там борьба за каждый процент. Если мы с тобой, например, боремся за 10-20 процентов, знаешь, там, бля, а 1-2 процента не рассматриваем. Например, там, какие-то добавки, там, на которые нужно потратить, там, 200 долларов, но получить 0,5 процента успеха. Мы их не рассматриваем, потому что вложение не стоит выхлопа, понимаешь? А там рассматривается все, за каждый процент борьбы. Все включено. Да. Так, скажите, будь ласка, який у вас самый дорослий клиент, якого вы тренували? Який займается, оба, займався у вас? Ну, Вик, ну, возраст. Возрастной, наверное, 60 где-то лет, а сейчас самые несколько человек, которым за 50. К ним как-то особый подход, да? Да, слушай, ну, один у меня, который мужчина после тебя занимается, ну, ты же видел, он, Леприста, похожий, я говорю, что Леприста такой. Банки такие. Поэтому он так валит, что я тебе скажу, что и 20-ти. Ему за 50, да? Ему 53, я тебе скажу, что и 20-ти летние не вывезут, в принципе. Это такой, он и... Наверное, сужен в спорте, да? Ну, ты знаешь, он возле спорта, ему нравится, но он не спортсмен, сам. Это без фармакологии даже? Ну, чуть-чуть начали делать, но он был без фармакологии вообще, но при руках, там, например, сейчас, там, если мы разогреться, по 52 сантиметра, приросте, там, метр семьдесят у него. Ты же сам видел, там, такие колотухи, что мама не горит, при том, что вот это возрастное искажение еще на него вот так особо не действует, потому что поздно начал заниматься именно железом, и мышцы пока что пухленькие такие, да? Поэтому люди разные, есть люди обычные, которые, там, бизнесмены и все остальное, они не гонятся ни за формой, они просто поддерживают себя. Ну, уже тоже возрастные, там, за пятьдесят тоже, да. И этот же человек спрашивает, и самый молодой у вас? Самый молодой 18 сейчас. Ну, нормально, да? Тоже натурально? Ну, по-разному, да, то и натуральный есть, и ненатуральный, поэтому у меня один парень... А вы младше не берете? Ну, один приходил, у меня парень 16, при том, что он начал газовать уже самостоятельно, знаешь? И уже просто поставил меня перед фактом, знаешь, что я вот делаю, уже, да, родители разрешили, и вот я делаю, и хочу делать, и не убедите меня, чтобы я не делал, то вот уже пришлось сказать, ну, хотя бы, чтобы он правильно это делал, и все, и, в принципе, такой парень вроде завзятый, и такой трудолюбивый, дисциплинированный. Поэтому я уговорить ему сказать, что уже не надо делать, еще покачайся, и до него, как бы сказать, он уже на этой стезе, и вот я хочу, и все, и хочу быть профессиональным спортсменом, и хоть ты убей, понимаешь? Ну, своя мечта, ну, ничего не могу с этим сделать. Всегда ли нужно касаться штанги, штангой груди при жиме лежа? Да нет, конечно, это не панацея, в принципе. Ну, сам факт того, что ты опускаешь ниже, то уже грудь же участвует в основном в нижней фазе, там, где выталкивают уже, после мертвой точки уже больше там работает и трицепсы, и передняя дельта, а фаза работы груди, она в самом низу, когда грудную клетку складываем. Вот человек не понимает, он, зачем Сане тренер, если он сам тренер? Зачем тренеру тренер? Ну, Сане не тренер нужен, мы с Саней просто работаем вместе и получаем друг друга какой-то выгодный выхлоп из этого, как, не реклама, ему какой-то новый контент или что-то еще, в принципе. Ну, прогресс, прежде всего. Ну, и интересно самому что-то, наверное, узнать больше, чем знает, и какие-то нюансы. А вообще, вот вопрос, зачем тренеру тренера, спрашиваю, знаете? Ну, опять же, если ты хочешь развиваться, учиться, я бы тоже, наверное, подучился, например, в профессиональных тренировках, которые ведут там и Чупана, и Фил Хитовили, есть какие-то нюансы, которых я, наверное, тоже не знаю. И они не распространенные, есть такие вещи, которые там можно зацепиться за что-то такое, какую-то информацию, которая была недоступна. Потому что там идет развитие намного больше, потому что развитие идет там, где идет спорт такой довольно серьезный, потому что идет прогресс, и на этом прогрессе строится все остальное. То есть у нас нету такого сейчас спорта выразительного, поэтому у нас все равно по какой-то шкале черпаем понемногу оттуда, но все равно информация доходит у нас оттуда. Вот у вас много было подопечных, тех же, которые выступали, они же сами работают, в принципе, тренерами, и у вас они готовились, и вы их готовили, они занимали какие-то призовые места. То есть в любом случае со стороны взгляд всегда нужен, даже человек максимально разбирается, ты не можешь объективно себя. И ты не можешь себя оценить, то есть если ты парень объективный, и к себе относится довольно критично, ты всегда-всегда думаешь, что ты где-то недо жаловы, а это, во-первых, видно, во-вторых, есть такая, знаешь, когда ты доходишь до определенной своей формы, то есть ты можешь передавить, ты стать уже лучше не станешь, а только хуже. То есть потеряешь плотность, рельефе ты не улучшишься, а вид твой испортится. То есть этот момент можно упустить, кажется, вот сейчас додавлю еще лучше стану, додавлю, а додавил, и тебя половины нету, понимаешь? Поэтому этот момент тоже надо удерживать, если человек выступающий, то, в принципе, вот эта коррекция многих, кто попадал, и я так попадался, в принципе, готовился, и многие другие спортсмены, которые не используют тренеров, ну, не работают с тренерами, Поэтому, как правило, на этих ошибках, в принципе, попадаются, будучи там с такими титулами, и даже в профдивизионе, и вы видите сами на соревнованиях, что иногда не попал в форму, или наоборот, переслил воду, там, или плотность такую не показал. Поэтому это очень важно, кто-то именно показывает стабильную работу, вы сами можете понять, работает человек с тренером или не работает, потому что отслеживается это все, весь прогресс и вся работа, вот в этом и прикол. Сам себя жалеешь. И жалеешь, Саш, и наоборот, ты себе не даешь туда залезть, куда не надо. То есть, есть вещи, которые нужно делать правильно, например, не переусердствовать и доработать. А ты либо можешь передушить, либо можешь не додушить. Да, вот я там хотел 150 пожать, тренер со стороны сказал, лучше не надо, я уже проходил это. Не надо. И мы, в принципе, не сделали, и не порвались, и нормально, да? Поддерживать ли как-то форму Сергея Викторовича? Ну, в данный момент сейчас нету возможности такой, потому что сейчас занят больше работой и восстанавливаюсь после всяких больничных вещей. Поэтому приходится сейчас немножко отложить тренировочный процесс, потому что не всегда получается по времени, потому что загружаю себя работой на данном этапе и отдаюсь в этом плане, скажем так. А на себя уже ставлю немножко, мой попозже, займусь со своими тренировками. Планок есть, но пока что нет. Ну, да, пока нет, но я целый день не так в зале, скажем так, и тягаю эти железы за всеми, поэтому перетягиваю как бы физически. Я все равно нафригаюсь, да, какая-то физическая нагрузка есть, но именно функционально на какие-то мышцы отрабатывать, то сейчас нет такой возможности именно по времени. Почему на курсе тест 500 и анастрозол 2 миллиграмма в неделю пот начал вонять неестественно сильно аммиаком? Что с этим делать? Ну, во-первых, 2 анастрозола 2 в неделю, 2 в неделю? 2 миллиграмма в неделю. Ну, это, во-первых, много и зачем столько, в принципе, кто сказал, что нужно столько принимать, и надо, во-первых, сначала проверять свой правоактивный эстрадиолог при тем, как вот такие принимать решения 2 миллиграмма анастрозола, то бишь, использовать при 500 миллиграмм, во-первых, я вообще не понимаю, зачем так. Какая связь тут с аммиаком, чуть не пойму. Это же вроде, насколько я знаю, аммиаком воняет, если перебор по белку. Ну, и белок, и глюкоза тоже, в принципе. То есть я как бы тоже связи какой-то прям вот с курсом не вижу, мне кажется, это, ну, у меня лично вот воняет под аммиаком, когда я очень много ем белка. Это из моей практики. Ну, опять же, надо смотреть, про сахар саня в крови, там тоже аммиак может сахар давать, поэтому, если высокий сахар, может быть такой. Вопрос Сергей Викторович, как относитесь к эксперименту сани о руках? Можно ли делать такой акцент натуральным спортсменам? И как относитесь к тренировке вверх-вниз? Ну, во-первых, вверх-вниз отношусь хорошо к тренировкам. В принципе, это нормальная такая тема, а насчет руки качать, ну, слушайте, мы все в 90-е там начинали качать только вверх, а ноги не качали. Поэтому, как эксперимент, например, на месяц качать одни руки, наверное, это имеет какой-то смысл, то, чтобы подтянуть руки. Но если поставлено на рельсе на всю жизнь там качать одни руки, то я просто не вижу смысла в этом. Ну, как для меня. Мелкие группы. Ну, да, то бишь, они все равно не вырастут до такого состояния, если не подтянуть большие группы мышц. Ну, натурально так точно. Мне кажется, вот, да, натурально вообще плохая затея. Вот на химии, мне кажется... Сань, все равно. То бишь, большие мышцы все равно должны присутствовать для того, чтобы стабилизацию эту всем маленьким устраивать. То бишь, не может одна мышца маленькая какая-то быть такого размера, какого-то генетически разорванного в такоморах, что она будет бросаться в глаза, ну, разве что какое-то синтольное производство, оно такое будет давать акцент. Знаешь, когда человек идет, а не огромные руки, а все остальное. Ты все равно делаешь акцент. О, наверное, синтолом набил. Потому что, ну, как-то неприродно это все равно выглядит. И, в принципе, я не думаю, что можно раскачать, например, руки до такого размера. Все равно будут либо плечи большие, либо грудная большая, либо спина большая. То есть, все равно какая-то группа мышц большая будет развиваться рядом. То бишь, невозможно так, чтобы какая-то маленькая группа одна была большая, а все остальное было маленькое. Раз уж мы заговорили об этом про руки, то, что я сегодня писал насчет того, что делать как бы и крупную группу, и руки. То есть, допустим, грудь-руки, плечи-руки, спина-руки. Смотри, я с того, что понял, ты, в принципе, я понял с того, что мы сначала говорили акцент. То бишь, мы работаем над руками, там, например, раз в неделю делаем одни руки. Но делаем это как акцентом, чтобы сдвинуть их, сорвать. То есть, в моем понимании это было так, что максимально месяц вкладываемся в эту тренировку, потом даем им, как бы, отдых и переходим на общий режим, там, например. А ты выстраиваешь так тренировку, что делаем большую группу мышц, но в каждую тренировку вставляем руки. Но составляем, как памп, такой немножко, каждый день пампиваем им, чтобы они находились в таком состоянии. Ну, да, да. Ну, как бы, для роста, я как бы, думаю, что это менее эффективно, чем, например, месяц вложиться в руки, а потом дать уже им отдохнуть, например, неделю-две, и просто заняться другими. Например, там, уже руки не делать, там, плечи, грудь, спина, ноги. А руки месяц, например, не трогать, а потом немножко их подключить опять. То есть, дать им шок какой-то, а потом дать им восстановить. Да, так как вы решили, это я просто предложил. Например, я так думаю, что я видел, например, некоторые там ребята, у нас там были, которые тоже заинтересованы были, у меня там товарищ был, хотел раскачать руки, и он качал руки каждый день, но на протяжении двух недель. А потом переходил, например, в обратный, ну, давайте возьмем вашу схему в обратный режим. И ты знаешь, какой-то прогресс был, почему? Потому что эти две недели он отработал жестко, а потом он давал восстановиться, потому что уже под конец второй недели он уже говорит, ну, уже, честно говоря, и локти побаливают, и уже связки, предплечье так подбаливают, уже чисто, уже на спине даже не мог нагрузку потом давать, и говорит, я вот так, в таком режиме. И они так, знаешь, вроде он их перестал делать две недели, и они начали только где-то к концу второй недели, как перестал делать, только набухать начали. Вот знаешь, именно как будто шок такой стравился мой, знаешь, они как-то ужались сначала, а потом начали так прогрессировать, вот сами даже не качались, а как-то, вот так на нем сработало тогда. Вот это я видел точно. Сергей Викторович, очень интересно услышать от вас, почему так много умирает в бодибилдинге, при какой массе и росте безопасно выступать на соревнованиях, или просто быть на, держать форму, как бы, не получить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Почему в менс-физике так мало смертей? Наверное, на фоне смерти Галема, наверное, это все. Ну, сейчас много говорят об этом, но, опять же, вы говорите о том, о зоне риски, так как выглядел Галем, наверное, не выглядел никто в мире. 165 килограмм мышечной массы, поэтому при его росте 185 это довольно тяжело для сердца. Посчитайте, сколько там сосудов по всему телу было, и как это кровь, сердцу крови продавить по всей всему. Конечно, износ сердца сумасшедшими. Это надо было как-то поддерживать, и я не думаю, что это может чем-то поддержать, каким-то препаратами на 100%. Поэтому же, и я думаю, что Илья занимался тем, что исследованием делал, и проверял здоровье, я знаю, много раз. Как природу не послужишь? Поэтому, ну, человек вроде все нормально, а вот как ресурс закончился сердце, знаешь, просто, как говорят, у каждого ресурса сердца миллиард ударов. Вот своих ты получил миллиард ударов, и отказать, знаешь, и все. Вот так вроде здоровая-здоровая, она просто раз и остановилась. Поэтому я не могу об этом судить. Я не хирург, не кардиохирург, поэтому много смертей. И до смертей всегда хватало, просто мы об этом не знали, потому что из-за соцсетей мы сейчас узнаем о смерти уже в этот же день, когда человек умер. И это сразу фотографии, это все сразу на виду, и сразу все пишут, и бросаются в глаза, и сразу делаются, опять же, чем человек более знаменит или больше, значит, больше акцента этому дают, и сразу делают акцент у стероидов, все миноваты. И складываются, да, такое впечатление. Ну, вопрос не в стероидах, а вопрос, как он жил, как он трудился, сколько он энергии на это потратил, сколько сил, сколько вложено было. Поэтому, ребята, ну, нет критерий, кому сколько надо весить. Но я думаю, что весить безопасно, наверное, больше всего. По тем же старым меркам, например, рост метр восемьдесят, восемьдесят килограмм человек должен весить, я думаю, это для здоровья максимально правильный подход. Ну, там плюс-минус пять, наверное, пятерочку еще добавим, в принципе. А для спортсмена, ну, пускай будет десять еще. Но, опять же, это недолгосрочное, и человек не может в таком весе, например, в шестьдесят лет он же не может быть с мясом, там, сто десять килограмм, например, да, и все время с таким весом и быть в такой форме. Поэтому соизмеримо возрасту нужно делать акцент, насколько это все делаем, в принципе, и нужно уходить, отказываться от лишнего веса, в принципе, и мышечной группы. Потому что в шестьдесят лет, я думаю, нужно доказывать точно никому, а стройный, поджарный мужчина шестидесяти лет, наверное, больше впечатления произойдет, чем качок шестидесятилетний надутым, и все скажут, больной скоро умрет, понимаешь? Поэтому, как бы, соизмеримо тому, и в нашей жизни нужно все делать. Видите, я тоже умер, да, тот же Илья Галем, конечно, очень плохо. Но суть в том, что, действительно, да, бывают, периодически умирают бодибилдеры, но если так посчитать их по пальцам, да, там, Рич Пиано, суть в том, что люди, они, в принципе, каждый день умирают. Мы просто не знаем. Не все умирают, нет одного человека, который пешкулял. В любом спорте, да, и просто вот так вот подводить сразу такие красные. Да, действительно, ну, такие спортсмены, как Рич Пиано и Галем, это, ну, уникумы такие, которые весили очень много. И, ну, тут даже дело не в самих стероидах, а в том, что просто, в принципе, такой вес, даже если бы это был вес из жира состоял, человек под 200 килограмм с жиром, у него точно такие же будут проблемы со здоровьем. Поэтому, да, тут больше... Вопрос еще в том, что бодибилдинг, он же такой довольно возрастной вид спорта, или как занятия. То есть люди занимаются 50-60 лет этим, и довольно, довольно настырно, и держат себя в форме, и довольно большие нагрузки переносят, а ни один другой спорт... Ну, никто же не бегает в футбол с такой же интенсивностью, как в 20-30 лет, понимаешь? Если бы на футбольное поле выбегали 60-летние мужики, бегали бы, я думаю, чтобы их умирало гораздо больше, понимаешь? Вот такой нагрузки. Просто бодибилдинг больше подвержен этому, потому что на виду все, и возрастная группа, которая трудится довольно тяжело, она довольно большая. А вот тоже у вас вопрос про вас и про ваших подопечных. На курсе, на длинном эфире теста нантат, вы используете на старте короткий эфир, или сразу начинаете с длинных? Вот человек спрашивает, можно ли первой неделе ставить тест про пианат, допустим, для быстрого включения в работу? Саня, можно, но 5-40 задачи. Если человек, например, определенное выделенное время на это, например, у меня есть 2 месяца посвятить этому бодибилдингу, то есть посвятить, сделать форму. То, что у меня с работы какой-то перерыв, или с домом, чтобы выделилось время, чтобы у меня было время, чтобы конкретно заняться диетой, дисциплиной и все остальное. То, чтобы не тянуть время, первые недели идут короткие эфиры, чтобы разогнаться и уже получать эффект. То есть эффект уже на первых днях. А если человек просто, на протяжении у него просто какой-то курс, и у него обычная жизнь живет, и ему не нужно гнаться за каким-то временем, за каким-то результатом какой-то цели определенной числа, то особо смысла нет. Можно лучше даже, когда разгоняешься постепенно. Постепенно, во-первых, организм привыкает и к воде, и к давлению. Поэтому всего, конечно. Очень не резко сразу рубануть, а по чуть-чуть, в принципе, лучше. Ну, если время есть. Поэтому и длинный эфир более понятный. Ну, вообще на практике вы с подопечными использовали, да, вначале? Ну, конечно. В основном, в принципе... Ситуация зависит. В основном это спортсмены, которые, в принципе, начинаются в соревновательный период, в межсезонье. И надо за этот межсезонье промежуток больше успеть. Тогда, конечно, подключаешь сначала короткий эфир, потом длинный эфир, потом опять короткий, когда выводишь уже. Поэтому, конечно, все зависит от целей и времени, которые у тебя есть. Как, Сергей Викторович, относится к БАДу витамин Д3? Как? Витамин Д3, БАД. Как вы к ним относитесь? Да, хорошо, в принципе, он необходим, приводит витамин Д. Вообще, один из самых главных, я думаю, что для получения каких-то мышечных реакций в теле. То есть, я считаю, что посмотрите на людей, которые живут в теплых странах, где они получают хороший витамин Д, в принципе, и как они выглядят, и, в принципе, как люди выглядят, где более пасмурная погода и все остальное. То бишь, активность у людей разная. Вот уже Арнольд тренировался на солнце постоянно. Ну, мне кажется, Саш, мне кажется, солнце очень сильно влияет. Вот мне кажется. Я не думаю не просто так у темнокожих ребят, уровень тесостерона на 10% выше, чем у белых. Я не думаю, что это просто так. Я думаю, что это все-таки генетически заложено из-за того, что мы находились в более теплых странах, солнце и всего. Такой вопрос, Сергей, опять же, про тренировки рук Никулина. Нам интересно знать для себя, возможно ли накачать руки Никулину еще сильнее, если ноги вот так, как у меня, сильно отстают? Насколько известно, тело стремится к поддержанию баланса. Возможно, Никулину стоит поработать над крупными мышцами ног, спины, чтобы руки стали больше? Или химия может поспособствовать целям Никулина в обход поддержания баланса? Ну, на чем с того? Так, я буду говорить о Саше в третьем лице, чтобы вы понимали. У Саши особо проблем. У него дистрофии в ногах нету, и у него нет дистрофии в других мышцах. У него довольно ровно развито тело, но ноги, в принципе, отстают. Но это не означает, что, в принципе, от того, что их, ну, они не получают какой-то нагрузки и все остальное. Их не хватает. Но развить руки в его ситуации, я думаю, что довольно просто. То есть будет реакция. Более, тем более, у него руки хорошо идут, и у него заполняется хорошо, и накачка ему получает, он их и чувствует хорошо. Поэтому развить руки в его ситуации, я думаю, что ему возможно. Но насколько это правильно, я не всегда понимаю, потому что я за больше, за комплексное развитие человека, чтобы это было, в принципе, выглядело более пропорционально, потому что, когда я начинал, я тоже из-за проблем спины, в принципе, ноги не качал, и в один прекрасный день я на себя глянул в зеркало, я был похож на какого-то таракана, четырехконечного, которые конечности практически одинаковые. Поэтому как-то на меня это сильно подействовало, и только тогда я начал что-то думать, как выровнять баланс ногами. Но это должно самому тоже прийти, то, что это должно быть интересно. То есть, мне было сначала ноги было делать больно, потому что за спиной дискомфортно, и все остальное, но когда уже какой-то корсет мышечный появился, то, в принципе, у меня ноги были одна из таких более больших, которые мне нравилось делать. То есть, особенно, когда ты в межсезонье, когда, в принципе, водой сильно наполнят, нет дискомфорта в суставах, и все остальное, то довольно приятно, когда ты чувствуешь силу в ногах, это такое чувство, которое особо не передать тяжело. Мощь такую. Здравствуйте. Какое ваше мнение по поводу углеводных загрузок, сложных углеводов на сушке? Ну, как? Они нужны. Они используются так, когда не нужны. На сушке, то есть, если вы говорите о чекнилах, или о чем вы говорите, я не сильно понимаю, потому что, в принципе, на сушке... И так нужны быть углеводы. В принципе, и так углеводы должны, но быть они в определенном количестве. Может, и про рефиды говорят. И загрузки делаются тогда, когда уже видишь, что в некоторых идешь опережение, идет графика немножко, тело немножко пустовато, а времени еще много, чтобы не давать рассыпаться мышечным тканям, нужно иногда просто давать больше углеводов. Какие-то дни, например, больше даешь, в тренировке ног, например, когда больше идет затраты. Ну, это все нюансы просто, все зависимости от человека. Вопрос Сергею. Как подобрать дозировку тестостерона? Как понять, что дозировка маленькая или большая? На какие ощущения ориентироваться? Ощущения у всех, наверное, разные. Невозможно сказать, какие ощущения нужно ждать человеку, потому что у каждого своя реакция на них. Наверное, начать нужно все равно с дозировок минимальных. И если вы все используете, правильное питание, количество белка, углевода и получаете то самое ощущение, которое, например, накачки и все остальное, то вот к этим ощущениям нужно и придерживаться. Потому что не обязательно, то есть дозировка большой, не должна быть такой, чтобы заходить за какие-то грани. То есть начинать всегда нужно с маленьких дозировок, чтобы есть было куда развиваться, чтобы если ты уже чувствуешь, что эта дозировка выработалась, можно было чуть добавить и дальше прогрессировать. Но не нужно ставить такие дозировки это безбашенные, большие. Они вам пользу все равно не принесут. Так, какой вопрос интересный. Саня, почему ты не раскрываешь Сергея Викторовича как личность, а только как тренера? Попроси рассказать истории жизни. Я уверен, нам есть у него чему поучиться, кроме качалки. Ну, чем мы не играем? Мы же тоже, мы же когда-то разговаривали об этом, в принципе, разговаривать. Это же не мой блог, а о моей личной жизни, как я и проживаю. Так надо вам свой блог личной жизни вести. Какое, людям интересно. Я не знаю, но если так интересно, задавайте вопросы, мы будем как бы разговаривать, освещать это, если вам интересно, конечно. Но, в принципе, много что в жизни было, но можно и смешного, и печального. Давайте я вас спрошу, вот такой вот, мне вопрос интересен. Смотрите, я вот уже давно на препаратах сижу и столкнулся с такой проблемой. Возможно, вы с этим сталкивались. Чрезмерная вспыльчивость, знаете. Тебя кто-то раздражает, ты не можешь остановиться, готов, в принципе, убивать. У меня сейчас такая проблема, что я часто иду, допустим, с ребенком, с женой, и да, какая-то провокационная ситуация, и я не могу, знаете, вот как человек разумный, взять как-то, знаешь, снисходительно отнестись, мне надо еще срываться. Я понимаю, но я с этим как бы тоже боролся, но я по своей природе не сильно и так, в принципе, устойчивый человек в психике. В принципе, знаешь, что, в принципе, услышишь от родных шея и психи, и все остальное, поэтому, а с фармакологией, в принципе, больше всего я старался избегать попадать в такие ситуации. То есть, когда ты в нее уже попал, ты уже ее контролируешь, уже не можешь. То есть, уже как польется, так польется, уже выгребать, как можно уже, знаешь, поэтому выгребаешь. Но вот как бы избегать как бы создающийся, видишь, что ситуацию может попасть в какой-то ситуации в данный момент, там куда-то пойти или где-то обойти, или это вот в этом роде, что я бы как бы себе в этом направлении толкать, что пытался это как-то избежать. Но если уже попадаешь, попадал в ситуацию, я уже, честно вам, примером я уже не стану, я вам честно скажу. Значит, тут вы мне не помощник. Не помощник. Сам такой же. Потому что, когда я уже приходил в себя, когда уже бывал, и начудил. Сань, спроси у Сергея, что у него за сумка? В смысле? На поясе? Ну, вот это, наверное. Я не знаю, какая сумка. Обычная конженая сумка. Название? Сумка? Какая-то хил-ры-бури. Вы, короче, похер, да, какая сумка? Главное, чтобы влазило то, что мне нужно, и это было более компактно, для меня, в принципе, вещи. Всем нравятся ваши вещи? Я исхожу из комфорта. Все мои вещи, то есть, создаются тот комфорт, который мне нравится, то есть, подсветовая гамма, например, или там, фасон только создается. Я ношу тот, который, я в нем чувствую себя комфортно. То есть, я не слежу за модой, и не могу сказать, что я стремлюсь к модным каким-то вещам. И я только создаю себе какое-то комфортное состояние, в котором мне уютно. Вот и все. Вопрос, как всегда, про руки. Для лавочки. Вопрос. Какие упражнения для рук лучше делать для пампа, а какие для силы? Или это одни и те же упражнения, вся разница только в количестве подходов к повторению? Не только количество, в чистоте выполнения и интенсивности, в принципе, и выполнения подходов, в принципе. Памп можно создать любым упражнением, в зависимости от того, как концентрировано ты будешь делать, и какую интенсивность ты будешь создавать. Нет различий, да? Можно, в принципе, и даже жимами руки запампить. Можно, но я когда-то у нас тут в гостях был Винст Тейлор, он говорит, что я руки могу накачать трехкилограммовые гантели, поэтому... Такая концентрация, да? Да, поэтому он говорит, я могу в самолете резинкой качаться, дать полноценную тренировку рукам абсолютно, поэтому у меня нет такой необходимости качать руки. Ну, все мои руки Винст Тейлора помним, да. Какие сериалы смотрит дядя Сергей? Сейчас последнее, что я смотрел, «Во все тяжкие». Хорошие. «Крестный отец» Гармеда, потом «Нарко Мексика», то, что я последнее смотрел, и что-то еще не помню. Ну, вот это, что из последних. «Во все тяжкие» хороший сериал. «Во все тяжкие», да. Я собаку даже назвал Скайлер. Имя понравилось. Еще в то время, когда он только вышел, это давно было. Так, добрый день, подскажите, можно ли заниматься силовыми тренировками на голодный желудок? Да, в принципе, можно, но а смысл в этом зачем? То есть, вы же должны понимать, то есть, может, на сушке? Любая, да даже на сушке, ну какой смысл? То есть, мышцы должны вырвать. Либо это, загружаться нужно углеводами с вечера и на голодный желудок типа заниматься, чтобы, знаешь, понизиться. В принципе, и для людей, которые проблемы с сахаром немножко или там диабет второй группы, я думаю, что вот именно натощах заниматься не то, что можно, а нужно. Ничего не резистентности. Да, чтобы понизить сахар в крови на целый день, в принципе, где-то это может сыграть плюс. Но опять же, на результатах силовых это будет сказываться, то есть, не будет таких явных приростов силовых, потому что, ну, сами понимаете, вот попробуйте позаниматься утром натощах и позаниматься вечером после пяти раза приемов пищи, и вы поймете, какая разница. Вот вы и поймете, нужно заниматься или не нужно, можно заниматься на нем, можно, но какой эффект вы получаете и к какому эффекту вы стремитесь, вот сами для себя и выберите. Если сравнить, можно как производительность ноутбука, допустим, если вы от розетки работаете на нем, либо от батареи, от батареи он будет уже немножко похуже выдавать картинку. В общем, да, вопросы, я думаю, мы уже закончили. Смотрите, ребят, задавайте вопросы под этим видеороликом, мы также разберем их, максимально интересные, без провокаций, в следующем видеоролике, поэтому задавайте под этим именно видео, а мы с Сергеем Викторовым прощаемся, всем пока, счастливо всем.